Дорогие друзья, шалом! Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Oasis Media. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект, и наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов, чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам, у вашей веры, чтобы становиться и возрастать, и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект мы ведем, выкладываясь полностью, и лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны, и вы все-таки захотите пожертвовать 2, 5, 3 доллара, сколько захотите, то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с иврита, давать вам видеть большее количество учений. И я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку «Донейт», «Пожертвовать», и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal-систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Оазис Медиа. Разбор, который я подготовил для вас, на самом деле это не вполне разбор. Это, наверное, больше рассуждение, тема. Начну я с одной интересной детали. В древних еврейских источниках три личности из священных писаний постоянно связывались с грядущим мессией. Это Моисей, Давид и Иона Пророк. Интересно, что когда Ешуа пришел и объявил о свое мессианстве и привлек многих учеников, то мы читаем, что он также в своих высказываниях и поучениях ссылался на эти три личности. Разумеется, было много других образов Мошеха, мессии в Танахе, или то, что мы называем Ветхий Завет, как Авраам, как Ицхак, как Яков. Но, если вы посмотрите внимательно на воззаветные тексты, Ешуа придерживался вот этих иудейских воззрений, когда говорил, что я подобен Моисею, потому что Бог когда-то сказал Моисею, будет пророк, как я. Его слушайтесь. Также он неоднократно называл себя сыном Давида. Есть такое интересное место, когда он цитирует один из псалмов Давида, говоря, и сказал Господь Господу моему. Ешуа в этом тексте напрямую связывался с этим пророчеством и на свое сыновство с Давидом, про которого есть еще много различных упоминаний, что он будет Мошехом. И мы читаем, что однажды в Евангелиях, когда книжники, когда ищущие спрашивали у Ешуа, дай нам знамение. Он говорит, я не дам вам знамений, кроме знамения Ионы Пророка. И как он говорит, подобно как Иона был в очреве рыбы три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в очреве земли три дня и три ночи. Помним все это высказывание. И вы знаете, почему именно вот с этими тремя сравнивал себя Ешуа? Это вопрос очень раскрытый. Попытаюсь его пояснить. Жертвенность. Трое этих, Моисей, Давид и Иона Пророк, явили себя как наиболее жертвенными людьми в истории Израиля. И если мы пытаемся вспомнить историю, то про Моисея и про Давида мы вспоминаем. Что же было с ними? Мы помним однажды, когда народ Израиля уже был по пути из Египта в Израиль, в обитованную землю, написано, и разгневался Господь на народ. И сказал Моисей, отойди в сторону. Я просто уничтожу всех, а от тебя произведу новый народ. И Моисей тогда говорит очень известную фразу. Он говорит, если ты хочешь погубить их, погуби и меня. Моя душа связана с ними, они и я, мы все одно и то же. То есть он практически явил в себе мессианский характер, сказав, я готов пожертвовать своей жизнью за народ израильский. С царем Давидом была очень подобная история. Мало того, что он вел опасные войны Израиля и часто подвергал свою жизнь опасности как царь. Но мы помним историю, когда однажды рука Господа наказывала Израиль. И увидев это, Давид встал перед Богом и сказал, вот я и моя семья, можешь наказывать нас, защити Израиль. Вот этот момент, он ассоциируется с жертвенностью, когда одна личность, зная, что она может заступить народ, вдруг делает такой шаг. Но каким образом это связано с Ионой? Вы знаете, у меня доводилось слышать различные проповеди, уверен и вам, про Иону Пророка. И в многих выражениях его называют бунтующий пророк. Тот человек, который убежал от лица Господа, решил не подчиняться Господу. Вы знаете, когда человек делает такие вещи, то наверняка Писание не очень-то хочет даже о нем упоминать. Хотя есть, конечно, и другие исключения из правил, типа Валаама, типа Иуда Искариота. Но Иона все-таки проявил одну жертвенность. Он стал прообразом Мессии и в положительном плане. К сожалению, из текста, который записан в книге Пророка Ионы, мы до конца не можем понять, где же Иона явил жертвенность. Где он показал себя грядущим прообразом. То, что я вам расскажу, это в определенной мере связано с историей или с мидрашом, с толкованиями на эту книгу. Они очень интересны и в некоторых случаях помогают понять полный объемный смысл данной истории. Вот она. Я хочу ее вам рассказать. Мы знаем, что во времена Пророка Ионы были два царства на территории того, что называется Исраэль. Одно иудея, которые поклонялись Богу по мере сил, максимально стараясь это сделать. А другое израильское царство, куда после проблем с сыном Соломона отошло 10 колен Израилевых. Они были там. И на самом деле Писания показывают нам, что извратили свои пути. Стали поступать беззаконно, стали грешить, стали действительно поступать не по тому духу, который Господь требовал от своих людей. И вот мы читаем про Иону, что он был пророком Израильского царства. Именно той части народа, которая сознательно грешила. Иона жил примерно в пределах современного города Назарет. На самом деле там, с другой стороны горы, на которой стоит город Назарет, располагается деревушка, которая до сегодняшнего дня называется Квар Иона, или деревня Ионы Пророка. И вот, живя там, занимаясь тем, чем он занимался, и будучи пророком по совместительству, учим из этого, что не всегда человек, пророк, или там кто он, какой-то служитель, должен не заниматься практическим трудом. Да, он может заниматься любым трудом, но имея дух Господень, он может также служить и быть перед Богом. Иона был вот таковым. Он был пророком и очень тонко знал атмосферу, которая господствует в Израильском царстве. Он искренне желал изменения, покаяния, но делал лишь то, что мог сделать. И вот, в те времена, Бог говорит ему, послушай, Иона, пойди и проповедуй покаяние в Неневию. Кем были неневитяне? Во-первых, это была империя. Они угрожали всем, в том числе и Израилю. И это была идолопоклоническая империя, кому там только не поклонялись. И есть интересный, удивительный факт. Они были очень греховны, еще более греховны, чем Израиль. И когда Господь говорит Ионе, пойди, проповедуй в Неневию. Вдруг мы видим, Иона делает абсолютно странное действие. Он убегает в другую сторону, садится на корабль, который идет в противоположную от Неневии в сторону, чтобы скрыться от той намеченной функции. Что двигает пророком? Зачем он все это делает? Вот здесь весь интерес. Иона прекрасно понимает духовное состояние людей. Он пророк. И он понимает, что в мире, в том древнем мире, грешник номер два, это Израиль. Но грешник номер один, это Неневия. И суды Господни приближаются. Пророки могут чувствовать, когда приходят суды Господни. Мы имеем в истории многократные свидетельства, когда пророки начинали говорить, вот скоро будет, скоро будет. Они чувствовали это. То же самое случилось с Ионой. И когда Бог ему говорит, пойди проповедуй в Неневию, он сбегает, потому что знает одно поразительное свойство о себе. Он, будучи пророком царства Израилева, имел дар. Дар проповедника. Он знал, что, наверное, более эффективного проповедника, чем он, мир не видел никогда. Потом мы поймем, почему. Мы помним, что придя в Неневию и проповедовав там, сто процентов населения покаялись со слов человека, который говорил даже на другом языке. Даже не на языке этого города. Он говорил, по всей видимости, или на арамейском, или на иврите. Они, возможно, с трудом его понимали. Но дар, которым владел Иона, он мог убеждать людей склониться перед Господом и раскаяться. И вот Иона прекрасно знает свой дар. И он знает, что если он пойдет в Неневию и они покаются, то Бог простит их, помилует. И суды не обрушатся на грешника номер один, Неневию. Потому что они уже перестали быть грешником номер один. Кто становится номер один, если Неневитя не покаялись? Разумеется, Израиль. Израильское царство. И тогда Иона решает даже жизнь свою погубить. Только бы, чтобы все осталось, как оно есть. Чтобы Неневия продолжала быть самым большим грешником, а Израиль после. И Неневия, и Иона уходят, уплывают на корабле совершенно в другую сторону. И все те злоключения, которые случились с Ионой, когда его выбрасывают за борт корабля, когда он тонет, когда рыба проглатывает его, и потом выплевывает его на берегу Неневии, и когда он идет в Неневию, проповедует, они каются, и потом его сожалевающее лицо, он сидит и плачет. Господи, только бы не покаялись, только бы ты их покарал, потому что если ты покараешь их, то Израиль останется закрытым. Короче говоря, историю мы знаем. Неневия, да, покаялась. Еще мы знаем историю, что в год смерти пророка Ионы, царь Неневии, пошел и взял 10 колен Израилевых в плен. До сегодняшнего дня рассеяв их совершенно. И Иона оказался как бы вот тем человеком, который убегал от Господа, не потому что не хотел исполнять Божью волю, но потому что, подобно Машеху, его больше всего озадачивала целостность, сохранность израильского народа. И ради нее он был готов положить свою жизнь даже под плаху, куда угодно. Бросьте меня в воду, утопите, убейте меня, казните меня. Главное, чтобы Израиль остался защищенным. И Иешуа из Назарета. Машех, бен Давид, сын Божий, тот, который пришел, сравнил себя с Ионой. Чтобы показать, жертвенность двигалась пророком. Моя цель показать эту историю было для вас, чтобы какие-то детали Священных Писаний стали для вас более яркими. И чтобы, наверное, проговорить к вашей душе. Потому что очень часто такое понятие, как жертвенность, быть добрым самаритянином, быть человеком, который идет, чтобы помочь другому, это стало историей тех древних верующих. Сегодня, современный век, диктует нам свой стиль жизни. И мы заняты, заняты техникой, заняты бытом, заняты материализмом. Но я верю, что Священные Писания, Руаха Кодиш, Дух Святой, обновляют нас желание служить ближним. Жертвенность, жертвовать своим временем, своими интересами, иногда своими финансами. Помогать людям, являть им Машеха, являть им Господа. Я хочу закончить словами, которые Ешуа сказал в Матфея 5 главе. Он сказал, вы свет миру, и вас должны видеть, особенно по тем добрым делам, которые вы исполняете, чтобы показывать людям величие и любовь Небесного Отца. И чтобы через ваши дела, от Господа, исправление, оживление, воскресение, стало доходить до тех людей, которые до сих пор во тьме. Желаю вам благословения. Спасибо вам за внимание. С Господом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова